Здарова, алкаши! Делал такое, короче, внезапно, в очередной раз, не благодаря образу жизни, вопреки, случился со мной день рождения. Мы, разумеется, с Дмитрием Борисовичем решили, что надо немедленно опаскудиться чем-нибудь. Начали грызть гуся. Это некромант. Это не по профессии, а по призванию. Решил я давно, хотел на него, на самом деле, сделать обзор. Тут так удачно получилось. Легкая какая-то коробка. Виски Вольфберн. Я, на самом деле, никогда на него так особо пристально не смотрел, но я советую вам, друзья, алкоголики, застрыть на него вообще свое внимание. Я тут что-то как въехал, так меня жена за шкерман оттаскивал, чтобы я не купил все 4 тубуса. Для пробы взял пока этот, но они будут появляться на канале один за другим. Значит, слегка копченый Морвин. В общем, они взяли 4 направления виска курения и сделали по тубусу на каждый из них. То есть, вот этот с дымком. Еще один у них классический Хайланд с таким легким фруктовым, видимо, будет Шерри Касковый. И еще два других, к которым мы придем попозже. Крепость 46 градусов. Должно быть все просто прекрасно. Я подумал, что люди очень реально классно подошли к формированию своей линейки вискарей. То есть, вот тут для недоносков, типа, меня все расписано. Какой будет вкус, какой послевкусие, как тебя завтра отпиздит, короче говоря, жена, когда узнает, сколько ты денег потратил на эту ямбулу. Вот, файнали смоки. Как сказал наш товарищ, собака сутулая. Собак сутулой данной этикетки, спрашивайте в аптеках города. Это блядь шок, что ли? Что это? Очиститель топливной системы, великолепный. А где я виски-то? Что, я знал одного парня, дружка своего деревенского, который стекло мой пил, два раза ему сходило даже с рук. Борисыч, природа опять против нас. Зачем я вечно запаковываю так виски? Да ладно, давай зацепиться просто. Паленка? Я, кстати, дорого бы отдал за то, и ты же помнишь, что я любил всегда дешевую паленую водку. Да. Вот, я бы дорого... Теплую обязательно, да. Я вот дорого бы отдал за то, чтобы хоть раз в жизни попробовать паленые виски. Даже не представляю, что это такое. Ну, что, Борисыч, ты с горла примешь? На херень. Я со стакашом. Квартира идет в полный разъеб. Надо увидеть свет. В конце туннеля, если только. Ну, у тебя там вся... Парни тоже откуда бьются. Сейчас, 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 сейчас. Поить Некромантова качественные виски, это вот примерно... Какая-то теплая водка. Не будь злобом. Смотри, какой отличный и вообще удивительный. Синева. Сиреневый такой цвет, приятный очень. Не, он цвет на самом деле вообще такой, ничтожный. Но! Я могу сказать, что совершенно прекрасный запах. Я думаю, сейчас Кляксов с удовольствием усосет. Ты сейчас говорил, что он торфяной какой-то, нет? Да, он должен быть light-пит. И я чувствую легкие нотки торфа. Он сильно лает. Ну, нет у итальских, конечно. Но это все равно, как я с похмела стою, наливаю пустой бокал из-под тали. Ой, а ты в лифте случайно не ездил, там, где я сейчас живу? У меня там вот такое ощущение с утра, что как будто кто-то пил тали. И с керонаутом на работу. Ладно, дегустируем. Итак, Wolfburn, Morven. Morven, пробуем. Возможно, очиститель топливной системы для дизеля, кстати, был бы и получше. Ну, кстати, ну, реально, как будто какой-то логоволин разбавили сильно водой 4 к 1. Ну, не водой, а все-таки этанолом каким-то. Креп 146 она не спрятала. Что, в нос поеду будет? Очень легко пьется. На самом деле. Вердикт берем. Я, короче, я буду все пробовать, они все будут мною выпиты. То, что мне понравился подход дистиллерии, да, так вот, как сейчас говорят уютки разные по-русски, вискокурни, да, к формированию своей продуктовой линейки. Я буду их дальше пробовать. В этом вкусе у меня, конечно, много вопросиков. Но, возможно, что-то про пиздоглазие у них есть еще один какой-нибудь Хэви Пит, вот как это было у... Все, пропил мозги, забыл название. Хэви Пит, вот кто у нас был? А, блядь, хоть Мосберн, не Мосберн, как его? Мосберг. Нет, этот, я понял о чем-то. Такая черная хирургия была. Ну, а в целом, на самом деле, норм. Да, ну, какой норм? Слушай, я бы его, знаешь, засунул бы самогон-аппарат, перегнал бы его, чтобы крепость была больше и торфа было больше. Но это реально вот разбавили водой. Они пишут, light pit, что ты ожидаешь при этом услышать? Ты понимаешь, любой шотландский виски, в принципе, любой, не обязательно островной, должен давать немножко дыма. Потому что, слушай, на торфе есть традиционное производство. Да, блядь, возьми тогда любой спец сайт, добавь туда жидкого дыма и херач. Не хочу огусить. Ну, короче, для начинающих, в принципе, очень даже неплохо. Я хер знает, сколько это стоит. Четыре спайны. Е-хер, как мы докатились за этих цен. Да, ну, нет, за свою цену, да, достойная история, можно пить, но, блядь. Да, я, слушай, в твоих словах есть резон определенный, давай сейчас уже закругляться. Да. Отпей еще глоточек, может быть, со второго раза у тебя... Да я уже отпивал. Ну, короче, все, ты правильно сказал, для неофитов это классный вискарь, потому что на нем все написано, что от него ждать. И не нужно ничего самостоятельно, в принципе, думать. Ты его... Да? Знаешь, с водкой то же самое, на самом деле. Тяжело пьет, столько первый литр. Все, ребят, давайте, с днем рождения меня. Да я выпил уже, все. Спасибо. Шичи, это наше не последнее включение сегодняшнего праздника, скоро мы увидимся в более скотинном виде. Субтитры сделал DimaTorzok